всем привет дорогие друзья вы на канале катрин а это продолжение игрушки под названием зайчик или тени бани 3 серия уже третья серия вот сейчас на данный момент когда я записываю у меня уже 56 подписчиков на канале у меня такое прекрасное настроение безумно прекрасное не знаю как это описать но каждый человечек когда подписывается это все с таким трепетом происходит ну не знаю сразу настроение поднимается все все какие-то там плохие события мысли куда-то улетучивается и знайте что я безумно рада каждому человечку и надеюсь вы будете со мной еще очень долго на канале а мы продолжаем антон пришел в школу рано утром встретил странное существо девочку или взрослую женщину пока непонятно то ли это вообще была настоящая леса и кто-то крикнул антон я машинально обернулся на крик увесистый снежок прилетел в полуметре от моего плеча и задел собаку жалобно тяфнув дарняшка приз припустилась в сторону ручья только хвост мелькнул темнота пожрала ее какое слово он подобрал страшное лисичка пропала без следа растворилась в морозном воздухе а может в тень мою спряталась я сглотнул жвачку вот же не повезло все как говорили в детстве нам теперь в туалете сможешь ходить проглотил жвачку все кишки слипнуться глубоко вздохнув я двинулся к школе к запаху котлет в тесте клющимся на снег свету вас запах котлет интересный чё-то гнездо может сороки воровки тогда наверняка в нем полны всяко блестящие всячины цветные стекляшки лимонадные пробки отполированные монеты или детские брекеты ты шо с ума сошел детские брекеты зачем они сороки нужны высокий мужчина курил пускай клуб дыма по ветру не на учителя не похож или может визрук я осторожно смотрел его лицо будто высечена из гранита заячью губу на тлеющей сигаретой мужчина поигрывал брелоками внимательно смотрел на меня огонек отражался в глубоко посаженных глазах я потупился взор громила лениво отклеился от меня и устремился дорогу неподалеку взобравшись передним колесом на сделан затянутый гололюдицей бордюр разместилась новенькая волга черная как сажа она сбежала из папиной страшилки что он любил рассказывать на чердаке в грозу помню как он грустно улыбнулся припоминая воронок похищающие маленькие детей отец говорил у него словно внутри катафалка в окошке салона маячат белые шторки а в номере стоят буквы ssd не знаю что это смерть советским детям смешно я ведь тоже родился советском союзе ух и батя ящих старшеклассников шапочками на бекрень таким лучше на глаза не попадаться конечно сейчас они нас и зацепит нет тю за дверями приглушено звучали голоса мигали лампы типа ползала мимо окон и казалось что школа плывет в открытом космосе как заблудившийся звездолет поднявшись на второй этаж я заметил толпу расписания все что-то оживленно обсуждали я подошел поближе и через стену рюкзаков и спин сумел разглядеть то что вызывало такой живой интерес слева от расписания к стеклу было приклеено объявление отпечатаны на принтере листок прочитать матюхин вова 10 лет ученик 4 класса 5 января примерно 16 00 ушел из дома и не вернулся последний раз замечен на мосту через реку ольшанку был одет в оранжевую куртку с капюшоном вязаную черную шапку шарф и серые варежки с зелеными полосами при себе мог иметь пластмассовый автомат особые приметы рост 40 метр сорок два худощавое телосложение волосы русы и так серые варежки с зелеными полосами вова метюхин так его звали 4 класс на зернистом отпечатке вова был мертвецом с черным ртом и темными провалами глаз может это живущий в чащобе мрак впитался в упора и изувечило лицо пластиковый автомат не защитил от шепота ветвей воющего ветра пустые глаза исчезнувшего школьника сверлили меня будто молили о чем-то не выдержав взгляды я отвернулся и поспешил к окну уселся на подоконник этаж постепенно заполнялся детьми и они собирались группками по несколько человек на меня никто не обратил внимание сумерках у туалетов детские голоса чеканились может быть у них здесь какой-то культ или какая-то история в поселке которую все друг другу рассказывают уши лица медведь зайчик маска это я повернул голову в сторону приглядываясь к фигурам но тут мое внимание отвлекло громко от сок они по коридору гордо задрав подбородок продефилировала учительница каблуки стучали о пол как копытца как у чертей и вторили шаги девчонки которая держалась рядом очень важно и она остановила чтобы шепнуть на ухо однокласснице какой-то секрет староста наверное он ей вручают классный журнал екатерина возьми пожалуйста учительница открыла кабинетную дверь и толпа голодя и толкаясь повалилась внутрь среди всех выделялся высокий рыжий толстяк с прыщавым лицом до странности наповинавших гранат недоброе предчувствие зашевелила волоски на моем загривке встречал я уже ребят с такими бегающими глазами такими каркающим смехом девочка похоже на учительницу ее уменьшенная копия предостерегла толстяка жестом и по расчищенной тропке пошла в кабинет какой-то паренек замешкался в проходе и рыжий тут же пиханул его топ и речь ему дела слышишь это ты мудень походу здесь один-единственный мальчик пролетел размахивая руками в попытке сохранить равновесие мерзкий толстяк рассмеялся противный богат подхватила несколько человек его окружении не хохотали слуна щелкали ножницами большими страшными садовыми ножницами кабинет засосал детей коридор опустел нормально так кабинет засосун мне захотелось врасти в подоконник чита следы за окнами редкие фонари боролись темнотой барахтались как флорисценсующие рыбы в черном океане а что если сейчас убежать выйти туда и раствориться во мраке антон так не работает я представил как бегу по снегу он скрипит под моими ногами и с каждым шагом я все легче все невесомее стрель звонка взорвало видение есть не охотой отлип от окна потом несколько раз глубоко вздохнул чтобы хоть немного усмирить разбушевавшийся пульс и вошел в класс надо быть смелым надо быть сильным не бояться такого чупорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков я новенький антон голос поставленный серьезный я новенький здравствуйте мне вот сказали к вам подойти мем лишь как заполяк какой-то заснеженная лесная тропинка велась перед глазами вовсе не хищно а умиротворенно шуршали сосны она ткнулась носом журналы пролистывала страница а фамилия то как петров громче говори чего мямлишь правильно петров вот так и надо антон нет такого она долго тяжело смотрела на меня точно пыталась уличить в обмане хотелось просочиться сквозь линолеум слева наблюдали размытые лица класс дышал выркал единым организмом как опасный зверь ты не ошибся нет такого в списке предательски дрожали колени кружилась голова я жалку локи так что костяшки повелели мне сказали двести четвертый кабинет лилия павловна 6 в кажется класс приема и слова за подобие шутки и разразился хохотом что за бардак чуди смеялись страны кита шума резко стих класс припрятал с мешки для более удобного момента понаберут студентов только знает что губяки своим и левать а я разгребай значит а бумаги то кто заполнять будет не первый раз ведь уже подожди здесь сейчас сейчас я им устрою учительница пронеслась мимо злобно бармача а я остался один посреди класса будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков я потупился чувствую на себе глумливые взгляды они трогали щипали скользили по коже лазерными прицелами ой-ой-ой телепорт вновь представил как бегу далеко далеко отсюда наперекор холодному ветру взымаю над соснами в крышке и никого нет вокруг только попутный ветер глазах одноклассников читался не мой вопрос это новенький он наш или он чужак кто-то что-то еле процедил и по кабинету пократился сдавлены смех доску вытри а тот самый пурщавый легко было понять что главный юморист эй очкарик ты чё не только слепой но еще и глухой так доску в этой говорю будет неминуемая стычка мне кажется теперь тряслись не только колени все тело било мелкой дрожью я молился чтобы учительница вернулась поскорее высшие сил услышали мои просьбы ну что мне с тобой делать то куда сажать а отчет на него наезжаешь слышишь учительница он вообще причем к тому что у вас там какие-то недотёпы работают никто список не написал она орет на этого антона наверное семеном так классно он все равно один чё прикалываешься еще чего толстяк демонстративно водогрузил рюкзак на соседний стул по часам в брюхо и ухмыльнулся ты опять за старая снова бабушку в школу вызывать глаз притих а чё нам не сделает не она так я тебе сделаю рюкзак убрал быстро семен не шелохнулся тут по ходу авторитета для семена нет скучающим видом он принялся рассмотреть портреты писателя на стене нужно было что-то делать как-то выкручиваться спасать положение я я прочистил горло продолжил сдавленным не своим голосом я могу за последнюю парту сесть там кажется свободно учительница громко засыпела посмотрела на меня на семена затем снова на меня ладно садись пока туда а с тобой бабурин мы еще поговорим семён бабурина она запомнить этого персонажа подошел после уроков будешь по классу дежурить ясно семён криво улыбнулся сочные прыщи зрели на кончике его носа какая мерзость я пошел до одури боясь пытнуться и стать причиной нового всплеска веселья сел сзади за самую последнюю парту на которой грудой валялись старые плакаты место для изгоев заняты можно приступать вот и хорошо начнем урок тема традиции русской и мировой литературы в рассказе зощенко не надо врать толстяк обернулся ко мне взгляд его сулил долгие дни недели месяцы издевок и тычек я тебя запомнил говорили эти водянистые глаза один раз дать по морде и все будет нормально антон не мямли покажи себя ну шо это такое за сдавленные голоски у ну ты козел семён что-то если ты не голубой нарисуй вагон другой семён капец блин ну и чел уже полу уже пару уроков спустя я увидел светит ради растекшимся амеба и желтоватый плевок кожа в столовой семён вроде бы случайно обрел меня компотом что же такое компот давайте узнаем компот да что ж такое слова заплетаются просто компот десердный напиток сваренные смеси сухофруктов и ягод а выходя из туалета он так тряхнул мокрыми руками что морозь полами на лицо перед последним уроком семён друг толкнул меня в торпу воркующих одноклассников оу щит 18 плюс за сиськи помацал они строго не расступились а я не удержавшись кнулся лицом в грудь той важной девочки которую раньше принял за старосту а ну-ка превьюшка хорошая катьку за сиськи пожмакал ахты я тут же тряпнул загорается да прости ты в порядке неожиданно она подпочинилась нет но вы посмотрите на него чё орешь то облапал меня прямо у всех на глазах чё ты орешь случайно получилось тоже превьюшка неплохая я сейчас все маме расскажу давай тебя из школы выгонит извращенец очень подозрительная девочка она похоже чем-то на эту лесу манера разговора в ее глазах было какое-то садистское веселье словно во взгляде ребенка подносящего горящую спичку беззащитному майском уже я нечаянно меня толкнули все видели слепых среди нас нет она уставилась на маячки и радостно осклобилась я раскипела груди но голод семена охладил мой пыл толкнули чё правда вышел в огни дыча одна девочка другой мальчик блин он подошел вальяжно укутывая запахом семечек и гнилых зубов прямо перед носом этот запах ужасные а затем резко сбил меня с ног тоже можно на превьюшку хулигана висал надо мной всем своим видом как бы говоря ну же давай ударь меня попробуй с какого-то перепуга его вообще терпеть надо сразу с порога показать кто такой антон не просто какой-то сопляк тюфтяк который не может слова нормально выговаривать а заехать ему в лицо слушай ты горе пересохло глупо не слушались и голос мой походил скорее на сдавленный писк семён издевательски улыбнулся ах ты ну ты сейчас выхватишь чё прямом ты ты выхватишь семён нам всем очень интересно получишь по морде еще хоть раз меня тронешь антоха семён медленно оттопырил палец и ткнул меня в лоб на тронул и чё сука зубы его еще хоть раз ну ты падла антон он тыкал пальцем с такой силой что моя голова отлетала назад только бы не расплакаться иначе труба чё ты мне сделаешь мямля в глазах помутнилась я рванулся вперед так что подошвы отклились от пола и махнул наугад кулаком картина открывавшийся моему взору была прекрасной и ужасающей одновременно семён держался за ушибленное ухо левокородный получил достижение и изумленно моргал так ему неужели был первым кто взбунтовался против его абсолютной власти надо было бежать на меня обступили его дружки а это блин к сучка палец блин щеки сима семена стали краснее проще побелели словно головки личинок но на губах промелькнул хмылка замечено лишь мною в этом странном в этом стане врага он подошел вплотную обдал кариозной вонью это тоже привяжка классная тебе пиздец это тебе пиздец понял и тут не угрожая антону у него такая фантазия он такое на придумывает голос у него была злым и опасным точно кастрюле с проливающим жиром с которой сорвал крышку я ждал удара считал толочки сердце гадал куда угодит кулак солнечное сплетение челюсть в нос а он просто развернулся и ушел уже кишка тонка он только умеет умничать задирать слабых если кто-то сильный появится он так вот развернется и уйдет мысль холодная трезвая и удивительно спокойно вспыхнула в голове сегодня меня убьют антон ну ты чё ну дал отпор всего красава после занятия специально задержался подольше в коридоре чтобы не идти вместе со всеми семью не появилась на последнем уроке и это вселяло надежду вдруг он решил избежать дежурства и смутался домой забык обо мне как смертник узнавший что кай откладывается на день я облегченно выдохнул но не позволил себе забыть его тон мстительный взгляд и на электризованную пугающую ухмылку пока школьники шумом и смехом расходились по домам я встал у окна и сделал вид что перебираю учебники я напряженно всматривался в окно во дворе и на участке у школьных ворон себя на не было я не очень-то верил в такое везение так что решил перестраховаться немного потоптался в стремительно пустейшем коридоре шум ушел на первый этаж из кабинета биологии выглядывал скелет которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором нот кстати не надо было ждать пока все уйдут надо было со всеми выходить и идти домой за дверями туалетов журчала вода я остался один целой школе не один пришла внезапная мысль я вспомнила пропавшим мальчики его портрет сейчас висел на доске о расписании вспомнил что он улыбается и что он смотрит что он скорее всего уже мертв привет расти кто это я вздрогнул обернулся сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки потом я заметил что его держит девочка из моего класса на уроках она сидела за первой партой второго ряда несколько раз я ловил на себе ее взгляд и сам укратко смотрел на нее просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое на ручей небо или на девочку которая не гогочит совсем хором над шуточками семена не перешептывается с катей поливая грязью на классе те перемены она проводила также как и я оставалась классе либо глядела в окно либо рисовала что-то в зеленом блокноте здравствуй я покраснела притворился что рассматриваю узор на дощатом полу круто ты ему врезал вот тогда это вышло случайно почти а ну чё ты антон я стала россии на склад учебники в рюкзак чтобы хоть чем-то себя занять вроде семён раньше таким не был он к нам недавно перевелся тоже новенький бабушка мне его по секрету сказала что он словно взбесился чего это семена даже старшеклассники побаиваются представляешь антоха дал ему по морде а ты вот молодец не струсил все увидел девочку поплыл но антоха ну чё ты я замычал а конечно нашла смельчака герои что же полчаса торчит у окон лишь бы ему по по шапке не дали девочка смотрел на меня чистым внимательными глазами а ты за рекой живешь в том деревянном доме ну да там наверное страшно да еще через лес идти я бы так не смогла упоминание олеся заставила меня поежиться я подумала о переплетенных ветках о змеящейся тропинке о бесконечной темноте что разрасталась как лишайник среди косых деревьев и выдал самую настоящую ложь да не так уж там страшно а что тебя так пугает ох антоха антоха немного помолчав она вдруг улыбнулась словно смахнула на вождение да так ничего меня кстати полина зовут а может это леса но то по-любому человек по-любому ну сто процентов только вот как это все связано почему маска а меня антон непонятно ну это я знаю я уже есть фанаты антон полина замялась будто решая стоит ли продолжать а что ты делаешь после школы по от ее невиданного вопроса клюнула в груди ну как-то по-особенному приятном ничего такого я я заткнулся не закончив фразу что ты уже себе начинаешь сам представлять антон все разум исчез перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске алисы ее насмешливые глаза в прорезях маски которые я скорее всего сам себе придумал неужели эта девочка лисицы правда ждет меня после школы или это была ее очередная странная шутка интересно прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой от этой мысли вдруг покрылся мелкой спариной как после нормативов по физкультуре ух ты извращенец маленький уже таких вещах думаешь что у него там под шубкой захотелось принять душ словно сами размышления лисички делали меня грязными пачкали сбивали с дороги и уводили в объятия леса блин еще такие описания тоже отвращенские какие-то вот а фанфик у меня сейчас занятие скрипка а потом я свободна дедушка мне репетитора нанял наш учитель музыки он же скрипач а здесь в поселке ему некому преподавать только мне блин иногда раньше времени нажимаешь 50 она махнула в воздухе свободной рукой имитирует движение смычка по скрипичным струнам я почти услышал музыку алису я выбросила с головы смотрел на губы полины ловя каждое слово и замирал от непривычных ощущений они были теплыми согревающими а еще щекотными и казалось что я маленький а чувства очень большие им тесно внутри тут говорят что у нас в поселке маньяк завелся раньше со школы меня всегда дедушка забирал но в последнее время ему не здоровится я бросил белый взгляд на фотографию вовы глаза колодцы изучали меня рот был словно бы понамажен черным как портрет уяжула спросил капец на могильной плите ты не подумай я не трусишка просто просто мне кажется что с тобой будет безопаснее антон сможешь проводить меня до дома вот она наконец все о чем я читал этим летом в приключительских романах и кути таких футы приключенческих романах о чем тайных резил начинала просачиваться в мою жизнь таинственное преступление прекрасная незнакомка и корейческая дуэль дуэль мысли о семене моментально отрезвили вернули на землю и почва под ногами зашаталась как палуба корабля только бы сейчас не упозрясь лицом перед полиной ведь насколько бы я не храбрился было очевидно и мне и ей выстоять в драке против такого амбала мне не под силу если он и нокаутирует меня это не самое страшное страшно что вид полина засмеется со всеми остальными нет нужно избавить свидетель от моего позора сегодня вряд ли получится блин у антона чего ты же знаешь семян скорее всего караулит на школьном дворе лучше мне с ним разобраться лично по мужски ну хоть честно сказал молодец собрал глупости какие полина бросила челку со лба и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики полина была водой которую хотелось пить глотая жадно а жажда все не удаляется а ты что какой романтик ты что первый раз увидел уже влюбился все я вспомнил летние вечера на даче мьетки дым костра свисающий из-за града соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок над подошвой под подошвой редкие безмятежные дни когда чувствовал себя в безопасности мама отдыхает гамаке отец нанизывает мясо на шамфуры мог бы ли я при желании различить трески углей смехи родители запахи скоротечного июля намек на будущую катастрофу видел ли я как хрупок и ненадежен тот мир думаешь этот дикарь будет честно драться со своими дружками набросятся всем скопом опомниться даже не дадут ну да они такие полина вдруг хитро улыбнулась но если мы пойдем вместе это их ошарашит я же не только первая скрипка на деревне я ведь еще и девочка слышала от знакомого хулигана что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки законы какие представляешь у них кодекс чести такой знакомый хулиган забеспокоился я лучше ли он меня симпатичнее что ревнуешь она сделала пару шагов и остановилась удивительно полина совсем не похожа на тех красоток журнальных постеров постеров или на актрис из кинофильмов но в свете потрескивающих ламп она была притягательнее всех а ты играешь на чем-нибудь на нервах своих родителей походу два года назад мне купили гитару я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музыцировать м ем не знаю на гитаре никогда не пробовала играть не знаю как правильно перемен мы ждем перемен песня цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то виктор цой вокалист и лидер рок-группы кино игравший в стиле пост-панк и новой волны их хит мы ждем перемен является одной из самых популярных в россии стихотворных строк включающих в числе прочего русскую мировую классику свой погиб автокатастрофе та гитара запропастилась куда-то словно напрочь отказалась переезжать в старый дом у леса наверное родители дали инструмент кому-то кому он нужнее увы не играю жалко что страшно ну ладно я побежала вы найдете другие общие интересы пока 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 крик девчонки подхватила гулкая эхо туфли застучали по школьным коридорам пока не уверен услышала ли полина я снова пострел в окно больно двор опустел только пара ребят из младших классов кидали друг друга снежки никак никого похожего на грузного семена и из его компании не было видно это вселяло надежду тоже делать полина могла бы стать моим другом первым на новом месте и потом ей впрямь могла угрожать встреча с маньяком а тут я защитник рыцарь и пускай последнее внутренний голос подвергал сомнению шептала об обеге подальше от убийц отрыскающих по ночным леса полосам маньяком полина стоила риска но и рыжая плутовка манила тайной обещала помочь найти вову а за этим следует награда много денег почти гарантия мира в семье подарки для воли я вообразил сестру счастливую как те девочки получающие призы от супонева в телепередаче звездный час такой я не стрела тирея супонев незнаком правильно если что извиняюсь сразу советский российский телеведущий главный шоумен детских и развлекательных программ центрального тв от обучающих викторин до передач посвящена компьютерным играм он разбился на снегоходе врезавшись в речную пристань жесть ее кружат танцы известные певцы может даже это новая популярная группа иванушки интернешнл сколько слов словаре российская бойсбэн группа состоящий из трех человек играющий в стиле поп ее поэт и солист игорь сорин умер выпав с балкона 6 этажа по версии следствия это было самоубийство заменившись урина олег яковлев умер позднее от цирроза печени печальника это все мама с папой обнимаются в останкинском павильоне а потом мы всей семьей едим диснейленд чё тут хочешь узнать то дурак переверни меня готов поспорить с обратной стороны то есть такая же острота интересно долго бы себе он крутил такую бумажку попались на ему в руки на подоконнике кто-то оставил сменную обувь пару потертых шанхаек судя по размеру они явно принадлежат мальчику моего возраста ну блин я даже не знаю какая-то девочка лиса алиса или полина интересно узнать что будет если ты будешь с лисой пойдешь с ней общаться ну блин если честно не хочется ночью идти с алисой куда-то непонятно куда лучше выберу полину за окнами ввелся снежок словно плясал так звучавший из поворота музыки я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору с недаемо любопытством полчаса что я ждал здесь проползли улиткой хотела скорее вид полину снова музыка стала громче она строилась из приоткрытых дверей в дальнем конце коридорного тоннеля мои музыкальные вкусы ограничивались летовым и шевчуком старыми песнями о главном шлагерями по телевизору а также клипами которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для затравки перед фильмом но мелодия скрипки пленила меня она оказалась тончайшей резьбой по дереву ценной породы грустальной игрушкой дуновением теплого ветерка я приник к дверному косяку полина пряталась от меня в глубине класса но ее тень тень девочки со скрипкой падала на сцену и столько граци было движениях руки смычка что я будто поплыл на волнах музыки сердце словно пробило преграду грудной клетки и понеслось вскач быстрее и быстрее под снежным простором скользя межсосинг солнцу пылающему над болезненько блин тут иногда такие слова попадаются что ну просто в обычной жизни в повседневном общении ты не будешь и говорить заскучал? о, привет я погрузился в мысли с головой и не услышал шагов искупавшаяся в музыке полина стала еще волшебнее да нет нет я я о комиксе своем думал да ах ты врунишка зачем ты я соврал? ты комиксы рисуешь? да ну то есть планирую рисовать ага и про что твой комикс? про самую очаровательную добрую скрипачку чудом оказавшуюся в этой обители страха про лесу ой точнее про говорящих животных что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой а потом они они пляшут в ночи ого ну космородил как интересно сам придумал я опустил глаза вдохновился глядя в окно получено достижение рыцарь мы спустились на первый этаж я отворил перед полиной дверь папа говорил как важно быть джентльменом значит творческая личность я догадывалась что ты не такой как все особенный шутишь? я ты что тоже влюбилась уже? кстати вот эта вот ее шубка похожа на шубку лисички такие же пуговицы такие вот двойные я самый обыкновенный это семён обыкновенный в смысле обычный придурок хе хо хе а Кейтеры А в тебе живет мне что доброе и пушистое что-то тяпнуло ног прерывая Полину когда мы пересекали школьный двор ай не бойся это жулька я встал на одно колено почице за ухо гавкающую собачонку Она бешено вилела хвостом, будто бы это был пропеллер. Я оглядела в пришкольный участок, ожидая увидеть Алису. Но у девочки лисы не было ни во дворе, ни на дороге. Брось её! Ты что, она же дикая! Так, ну это явно не лиса. Клещи ещё подцепишь. Нет, у неё хозяйка есть. Вроде. Алина, поднеся к рту платок, с неприязнью наблюдала за веселящейся псиной. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдём, ладно? Она вынула из портеля бутерброд, швыртнула жульки. Собачонка накинулась на лакомство. Отбросила носом хлеб и приняла за докторскую колбасу. Какая привереда! Ешь всё, давай! Алина дёрнула меня за рукав, поторапливая. Ты чего? И ответом был смех. Крепачка буквально выволокла меня на закаливку, прыская в кулак. Хотя, может быть, она придурится. Я повернулся. Выкинутая жулька провожала нас обиженным взглядом. Какая одинокая на фоне школы. И тут Полина перестала смеяться. Шла рядом, отстранённая, с пустым взглядом. Нечего паразитов плодить. Замечание вышло достаточно резким. Разве дворняжка виновата, что живёт на улице? Они потом на людей кидаются. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла. Тоже хорошая прививушка. Понятно теперь, чё она не любит собак. Какой кошмар. Ему с тех пор не здоровится. Его парализовало. Он больше никогда не сможет ходить. Я с ужасом вспомнил стаю диких собак, преследовавшие меня накануне. Мне... мне очень жаль. Ничего. Полина вновь пленительно заулыбалась, прикрыв глаза. Главное, что мы друг друга поняли. После её слов я и думать забыл про жульку. Около ограды третьей клашки перебрасывали снежками и напевали звонко. Раз, два, приличи соба. Сова? Оля. Вспыхнул образ сестры, скучающего окна, высматривающего меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь, провожу Полину и сразу домой. А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день её слышу. Мы шли по главной улице. Где-то рядом бурчал, разребая заносы трактор. В пепельной небе парили вороны. Целая стая чёрных птиц раскла над нами, напоминая жуткие кресты, сорвавшиеся с могил. Про сову? Это считалочка местная. Мне её в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. Ну вот, что-то здесь странное в этом посёлке. И что там за считалочка такая? Слушай. Она пошла спиной вперёд, смотря на меня и задорно улыбаясь. Раз, два. Прилети, сова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Шесть да шесть. Дыбом волчья шерсть. Семь, восемь. Бьём копытом озимь. Для медведя, для лисы. Зайчик кушать принеси. Я подумал, что одно лисо встретил сегодня утром. Хорошо, что не волка и не медведя. Но любую спутницей странно смелее вслух сказал совсем другое. У тебя красивый голос. Полина кокетливо поправила чёлку. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принёс им заяц покушать или нет? Пойди, узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. И не зря называется новелла Зайчик. С ней легенда одна связана. Какая? Если тебе интересно. Давай. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инисе... Из... Заниация. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. И она обострел уши. Ведь и мне скоро они за горами превращаться. Юношу отводили в лес, и он должен был три ночи провести там охотясь. По легенде, один такой юноша ушёл в тайгу и пропал. А вернулся, когда его перестали искать. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замёрзший. Может, туда и мальчик этот Вова пропал. Я представил долгие ночёвки среди сосен и медвежьих берлог. Родные выбежали к нему, а он упал на землю. Привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника и помрачнел. Сказал, плохи дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Снова и снова. Раз, два, прилети, Сова. Будто ему в тайге нашептали. А к рассвету он умер. Только вот шаман сказал, что он и так был мёртв. Что он мёртвым из лесу пришёл и мёртвыми губами шептал считалочку. Блин, ну это очень крипово. Я опешил. Это точно не ужастик. Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юг. Они были смелыми, если жили здесь. Полина пнула сугроб сапожком. Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что нужно уезжать отсюда. Есть целый мир. А есть наш посёлок. Мир! Она широко развела руки. Посёлок. Она показала, что это миллиметровое двумя пальцами. Я часто представляю большие города. Да, надо отсюда валить. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы вокруг света из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкявик. Тель-Авив. Это же чистейшая музыка, а не слова. Она закружилась, мечтательно зажмурившись. Впереди вздымался лес, соприкасаясь низкими облаками. Дорога проваливалась вплоть му меж сосен. Я бы могла покорить сцену. Выступать перед тысячами зрителей. А я сцены ужасно боюсь. Так ты другим возьмёшь. Живописью. У нас-то есть будущее. А что ждёт того же Семёна? Ну, станет он ещё толще. Ну. Будет пирожками торговать. Ага. С собачатиной. Мы рассмеялись с беспечным весельем и знали тревогу. Если ему, конечно, доверят пирожки. Наверное, ты права. Он их в один присест слопает. Я так и думала, что вдвоём в лесу не страшно. Я поглядел по сторонам. Снег пускал искры, отражая последние солнечные лучи. При мысли, что мы тут одни, пульс участился. Да. Ты была права. Опять она с недовольным лицом. Что ж такое? О, кто-то стоит. Только сейчас заметила. Полина поспешила по просеке. Там кто-то был, курил. Кто пропал? Не отставай! Никогда в жизни! Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж из приключенческой книжки. Комплимент это или насмешка? Не хотелось искать подвохов. Только не во время такой чудесной прогулки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина? Да, он ещё мелкий, подожди. Звучит интригующе. Ничего в лес не пошёл, не вернулся мужчина. Мужчина? Серьёзно? Я засмущалась и покраснела. Но тысячу раз поблагодарил судьбу за то, что брожу теперь с Полиной по лесу. Девочка внезапно замолчала и задумчиво смотрелась в чернеющие дебри. Словно в ожидании чего-то. И мне сделалось неспокойно. А затем она спросила холодно. Ты был там? Где? В чаще? Полина засмеялась, разрушив мои переживания. Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями! А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки. Полина замерла и недоверчиво смотрела меня. Ты был в Москве? Ну да, в детстве. Глаза Полины заискрились. И какая она? Ну, красивая, шумная, неоновая. Неоновая. Она словно смаковала это слово. А на Красной площади был? Ребята, вы очень долго идёте? Конечно. Она такая выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Мне больше всего метро понравилось. Там так пахнет. Как? Она бросилась ко мне, схватила за рукав, пытливо вглядываясь. Не могу описать. А нарисовать? Что, запах? Великие музыканты могут сыграть запах. Не может быть. Я дам тебе кассеты. Она снова закружилась под снежком. Я обязательно побываю в Москве. А главное, в Вене. Вена моя мечта. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, филармонический оркестр, государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать. Капец, она уже всё. Увидела его первый раз, уже напридумывала всю жизнь с ним. Чего они куда поедут? Деньги там будут жить. Что будут делать, работать. Восторг передал себе мне. Хотела сделать что-то прямо сейчас, немедленно. А ты куда хочешь попасть? Я признался, вздохнув. В Диснейленд. Я опять вспомнил звёздный час. Оля, конечно, предпочитала зов джунгли, но меня по понедельникам было не оттащить от экрана. Разноцветные столы с цифрами на табличках, обаятельные супаниф у штурвала. А призы? Шоколадные яйца, видеотехника и самая будоражащая путёвка в Диснейленд для победителя. Родители обещали свозить меня туда, в страну Микки Мауса. И поначалу я верил им. А возможно, поначалу они тоже верили. Теперь на вопросы о путешествии. Они лишь отмалчивались, а меня разбирала смертельная обида. Три слова буквально рвались из горла. Вы же обещали! Лина словно угадала мои мысли. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу как хочет. Она набрала пыльные горсти снега. Пыльные, полные горсти снега. И вдруг, позабыв обо всём, заговорчески улыбнулась. А давай снеговика лепить? Давай! Когда вернусь домой, то обязательно слеплю снеговика для Оли. Вот она обрадуется. А пока... Мы уже скатывали первый ком вместе плечом к плечу. Ой, тоже мило. Можно превьюшку. Она же такая взрослая как будто. Лина смеялась. Луканы падали на её оживлённое лицо. И она так очаровательно сдувала их. Первый готов. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Антон, чё у тебя шар такой маленький? Чё? Максимум голова снеговичка. Больше надо. Не ленись. Я забыл, когда последний раз так веселился. Полина вытерла рукавичкой за олевшие губы. Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? Что-то такое промелькнуло бы её взгляде. Я не смог разгадать. И даже в другой вселенной. Полина будто бы облечённо вздохнула. Тогда ты понимаешь меня. Ладони скользнули по полму, слаживая шероховатости. Почти идеальный белый шар вырос посреди поляны. За ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и подгрузили на основание. Наконец, Полина помогла третьему шару сделать предыдущее. Ставить голову на место? Мой конёк. У тебя морковка случайно не завалялась? Увы. На этой пушке не было ни страха, ни тревоги. Осмелев, я побежал к чаще наломать веток. Ёрнул за переплетение бурелома, как вдруг голос Полины вытащил меня из забытья. Антон! Там кто-то есть! Опа! Кто-то там есть! А вот об этом, кто же там, мы уже узнаем в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось, ребята. Потому что это пожар, а не игра. Вообще, что происходит? Фольклор какой-то. Лисы с зайцем, блин. Мёртвые из лесу приходят. Я в шоке. Всё будем узнавать в следующей серии. А пока на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.